Привет, друзья! Вот так выглядит зима в Китае. И сегодня я еду в магазин за покупками. И я вам хочу сегодня показать супермаркет, разные его части, разные его отделы. И также я расскажу, почему я не люблю шопинг, почему я его ненавижу. Как всегда, мое путешествие началось с метро. И сейчас я приехал в большой торговый центр. Здесь очень много людей и очень много магазинов. Это вход в супермаркет. И сейчас я иду искать магазины, которые мне нужны. Это магазин одежды. И это тоже магазин одежды. Угадайте, а что это? Магазин одежды? А это обувной магазин. Здесь продают обувь. Конкретно кеды. А вот магазин очков. Здесь продают очки. А это магазин аксессуаров. Разные-разные аксессуары здесь есть. А это фастфуд. И по-русски мы скажем фастфуд. А это вход в супермаркет. Я сейчас туда иду. Так как я в Китае, то первый отдел это отдел с макаронами. Много-много-много разных макаронов. А это винное отдел. Здесь продают вино. Говорят, что русские пьют много водки. Это неправда. Мы также пьем много вина, пива, виски и коньяка. Шучу. Здесь продают конфеты. Отдел со сладостями. А здесь продается много всего. Семечки. Изюм. Черный изюм. Коричневый изюм. Грибы. Еще грибы. Много грибов. Какая-то странная лапша. Или макароны. Много-много разного. А вот и бакалея. Или отдел с крупами. Кукуруза. Рис. Наверное, тоже рис. Я не знаю. Смесь. Здесь есть рис, арахис, маш, бобы и что-то еще. А это отделы с фруктами и овощами. Вот, здесь много-много разных фруктов. А вот там овощи. Мандарины. Манго. Ананасы. Дуриан. Киви. И бананы. А вот картошка. А это какие-то, наверное, бобы. Пророщенные бобы. Честно говоря, я не знаю, как сказать по-русски, больше половины всех этих овощей. Потому что в России их нет. А вот лук, чеснок и имбирь. Я очень люблю имбирь. Чай с имбирем. Это круто. А вот здесь морепродукты. То есть продукты из моря. Это креветки. Креветки. Кальмары или осьминоги. Я не знаю. И рыба. Разная замороженная рыба. Вот она замороженная. А что это такое? Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я вижу это первый раз. А в кондитерском отделе сейчас дегустация. И я могу попробовать кекс. Сейчас я это сделаю. Очень вкусно. В этом отделе продается выпечка. Булочки. Пончики. И рулеты. Наверное, кексы какие-то. Сложно сказать. А это китайская пицца. Она очень странная, но я хочу купить кусочек. Пицца очень вкусная. Огонь! А это отдел с полуфабрикатами. С замороженными продуктами. Привет! Вот. Вы можете их разогреть в микроволновке, пожарить на сковородке или сварить. Это быстро. Но не очень полезно. Полуфабрикаты. Ну вот, друзья, я вышел из супермаркета. И я хочу вам рассказать, почему я не люблю шоппинг. Почему я не люблю магазины. Мне не очень нравится идея потребления. Вся реклама, телевизор, средства массовой информации постоянно навязывают нам покупки. Ты должен купить новую машину. Тогда ты будешь счастлив. Или ты должен взять квартиру в ипотеку. Тогда ты будешь счастлив. Или купи этот новый телевизор и смотри, смотри, смотри телевизор. Бред. Я считаю, что смысл не в том, сколько ты имеешь, а в том, чтобы быть счастливым с тем, что ты имеешь. Конечно, всем нам нужны какие-то вещи. Одежда, транспорт, автомобиль. Или средства личной гигиены. Но если мы покупаем что-то новое, мы испытываем счастье. Счастье. Может быть, один день, два дня, неделю. И потом мы снова возвращаемся в привычное русло. Поэтому мне очень близки идеи осознанного минимализма. Когда ты счастлив с маленьким количеством вещей. И ты не стараешься постоянно покупать, покупать больше, 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 больше и больше. А сейчас время для практики. Для разговорной практики. Вы услышите несколько фраз и ваша задача их повторить. Сейчас я приехал в большой торговый центр. Я приехал в большой торговый центр. Я приехал в большой торговый центр. Это магазин одежды. Это магазин одежды. Это магазин одежды. Это магазин одежды. Постоянно навязывают нам покупки. Постоянно навязывают нам покупки. Нам покупки. Постоянно навязывают нам покупки. Спасибо, что смотрели это видео. И если оно было полезно, подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующий раз. До встречи! До встречи! До встречи! До встречи!